Доброго времени суток, друзья! Угадайте, что за игра на экранах. Я думаю, что все отгадали, мы будем продолжать. Итак, у нас подъезжает охотничье снаряжение. Мы теперь добываем дохренище еды, хотя, в принципе, с ней проблем нету. Мы там потеряли вроде разведчика в прошлый раз. На самом деле это не проблема к нам, потому что пришло очень много людей, которых мы найдем чем занять. Ну и потихонечку переезжаем на разные островки, чтобы у нас уже вся земля была под контролем, и мы в любой момент могли что-то отстроить. Но впереди нас ждет еще одна буря. В целом, я не думаю, что будет какая-то проблема во время этой бури. Сейчас ситуация намного лучше, чем в прошлый раз. Ну, конечно же, посмотрим, может что-то интересненькое и произойдет. Не забывайте ставить лайки под видео и подписываться на канал, если еще этого не сделали. Ну, а мы продолжаем. Короче, на самом деле расклад простой. Мы будем с вами сейчас что-то изучать. Мы изучили уже почти все, что нам нужно, наверное. Можно теперь изучать то, что не очень нам необходимо. Я бы вот точно хотел теплее в домах, потому что эта тема нормальная. Термоизоляцию кухни давно уже пора было изучить, а то во время бури мы все не можем производить еду. Тем более у нас запасов сейчас достаточно много. Как вы помните, у нас присутствует бак, который охотникам все-таки разрешает собирать пищу. Ну и, наверное, у нас прибавились люди. В принципе, можно было бы перестроить охотничьи хижины в охотничий ангар. Но зачем это нужно, если у нас есть две современные теплицы? На самом деле я предлагаю просто помотать время. Почему-то вот это я отключил. А, я помню, почему я отключил. Потому что холодно, и мы после бури собирались вернуть это все дело обратно. Что тут происходит? Холодные жилища. Обогреем часть домов, не переживай. А мы сейчас просто изучим вот эту вот хренотень. Потом подрубим форсаж на пару дней как раз на время бури. Да, наверное, и все станет хорошо. А может и не станет, не знаю. В общем, ждем у последнего разведчика. Он принесет еще паровые ядра. Что бы я хотел бы с этими паровыми ядрами сделать? Я бы, наверное, хотел бы вернуть лазарет, который мы разбирали. Он нам так или иначе понадобится. Сейчас, конечно, только один гуляет у нас без врачебной помощи. Но в любом случае, уверен, что он нам может пригодиться с минуты на минуту. Поэтому, чтобы не попасть в просак, мы подготовимся к этому заранее. Слушайте, а можно я, пожалуйста, врублю еще чрезвычайную смену? Ну, потому что почему бы и нет, на самом деле? Мне кажется, вам нужно отопление. А что вам так холодно-то? Что-то вы вообще замерзли, по-моему. Давайте, ребята, греемся, греемся, не стесняемся. Зачем же вы так замерзаете-то? Прохладно у них. Это минус 90, да? То есть, получается, сейчас мы вот плюс один сделаем. Так, держите, получайте вам тоже отопление, чтобы вы не скучали. Плюс один сделаем к отоплению, да, в домах. И будет, наверное, у них немножко получше ситуация обстоять. По-хорошему надо бы врубить форсаж, чтобы эту задачу выполнить. Давайте дождемся разведчиков, они подходят. Все, разведчики дома. Эти ребята добывают последний раз еду. В огромных количествах. Все равно, да, потому что мы помним, что это ни хрена не работает. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, пару складов построю сразу. Прямо где-то вот здесь. Сюда еще что-то помещается вроде. Давайте посмотрим. Ну и все. На этом вроде все. Дорогу подводим. Ну, хотя бы три. Сейчас посмотрим, под какие ресурсы мы будем распределять эти склады. Здесь, наверное, тоже можно инженеров добавить. Можем автоматончик построить. У нас присутствует четыре паровых ядра. Не знаю даже. Что это я хотел точно с паровыми ядрами сделать еще? Вот это я вроде перестроил. Вот это вроде у нас тоже все работает. Здесь, по-моему, и не потребовались паровые ядра. Да, я что-то совсем подзабыл. Да, вот для угольной шахты улучшенной я бы, наверное, что-то сделал. Давайте ее построим сейчас, тем более ночь. Пока что мы уголь все равно не добываем. Как раз за эту ночь улучшим. И на следующее утро она начнет работать с удвоенной силой. Отлично. Термоизоляция домов. И поддержать до температуры приемлемо. Но сейчас на один уровень упадет. Ну-ка, какая сейчас температура? Приемлемо. Слушайте, ну тогда я, наверное, врублю форсаж прямо сейчас. Чтобы продержать, как бы, вот это вот время. Сколько надо? День? 23 часа. Я думаю, что нам хватит по времени форсажа. Термоизоляцию кухни мы не изучим. Нам не хватает дерева. Замечательно. Отлично. Хорошо. Что можно сделать, на что нам хватает? Вот это нам ни к чему. Но, в общем, на самом деле ни на что нам не хватает. Так, я вам скажу по секрету. Вот это не очень нам надо, в принципе. Поэтому давайте, наверное, мы с вами просто подождем утра. Сейчас подраспределим вот сюда дополнительно под еду. Пускай у нас сырая пища копится. Здесь, не знаю, может быть сталь, может быть что-то еще, посмотрим. Ну, подъехала буля, да. Ну, вроде ребята себя чувствуют хорошо, пока что под форсажем. 9% только накопилось, осталось день и 20 часов. Думаю, справимся, на самом деле. Ждем дерево, ждем начало рабочего дня. Вот этих ребятишек я пока что выключу. Миграция животных, кстати, до сих пор так и не закончилась. Ну, вот она сейчас закончится. Сейчас я их отключу, в общем. Они нам приносят нереальное количество еды. Опасность миновала замечательно, очень вовремя. Мы и так это поняли. Ну и, собственно, что, давайте тогда, может быть, сталь. Давайте сталь, наверное, пускай она копится. Надо вкладывать вообще как-то уже в следующие мосты. Вот здесь у нас еще уголи. Там у нас есть паровые ядра. В принципе, они не очень, конечно, сейчас нужны. Сведения от верующей. Это охренительно. Вообще, наверное, пора какие-то законы издавать. Давайте издадим что-нибудь. Что-то я на месте как-то здесь застрял. Хочу хранителей веры сделать. Сейчас нам дерева точно на это хватит. Мы поставим их, наверное, вот здесь. Потому что им тепло тоже необходимо, да, ведь? Дотягивается. Блин, а вот здесь жалко, не дотягивается. Ну, значит, вот придется немножко отступить. Сюда бы было бы замечательно. Или, может быть, даже вот так. А давайте-ка вот так поставим. Мне кажется, они здесь нормально себя будут чувствовать. И посмотрим, что там. Последний закон. По вере у нас там будет какое-то супер крутое общество, в котором надежда падать не будет вообще. Да и совсем забыл я, кстати, про термоизоляцию кухни. Давайте тоже сделаем. Отличненько, хорошо. По еде будем контролировать. Если честно, я думаю, мы вроде перешли на супы, да? Да, обычная еда. Я думаю, что нам будет хватать этого количества еды, которую мы сейчас добываем с помощью двух ферм и с помощью, соответственно, четырех хижин охотничьих. Причем фермы-то, наверное, сейчас тоже будут работать, да? Или они не работают во время бури? Да, во время бури не работает. Ну, я думаю, что сейчас мы точно проживем, а там уже посмотрим, может быть, еще какие-то люди к нам подойдут. Ну, и, соответственно, там уже придется увеличивать производство. Так, хранители веры. Давайте-ка работать. Надежда растет замечательно. Все счастливы. Ну, что, продержим мы один день 13 часов до приемлема? Так, пусть добрые пастыри ведут нас сквозь снега и льды. Те, кто ищет надежду, пусть поднимут голову к небу. Вера единственная надежда в этом ледяном аду. Давайте молиться. Споем, братья, воистину гимны творят чудеса. Короче, появились фонетики у нас. Ну, вроде у них все хорошо. Я думаю, жаловаться они не должны. Кстати, можно немножечко воспользоваться верой, наверное, да, и немножко поднять надежду, насколько сейчас это существенно. И нам потребуется один протез, потому что есть мужчина или женщина, которые в нем нуждаются. Опять, черт возьми, технология изучена. Я просто не успеваю. Давайте-ка оценим ситуацию. Еда, здоровье и убежище выполнено. Больше здесь делать нечего. Что можно сделать здесь? Ну, как бы лесопилка нам не очень нужна. Можно придумать что-нибудь про эргономичные протезы. Модернизацию автоматонов тоже прокачать. Возможно, я им когда-то воспользуюсь. И все-таки построю автоматончик один. Я, наверное, сначала бы все мосты сделал, а потом уже занимался автоматонами. Очень интересно, откуда мост пойдет вот сюда. Вот так он пойдет или вот так? То есть там все-таки есть определенные места, в которых можно мост строить, в которых нельзя. Поэтому этот вопрос надо будет проверить. Что-то есть у меня подозрение, что не выполнил я задание продержать тепло один день. Потому что как бы сейчас похолодание. А сейчас у них жарко, да? Да, но это-то ладно. У меня просто, к сожалению, форсаж скоро придется отключать. Поэтому вы понимаете, в общем, да, о чем я? Ну ладно, ничего страшного. Надежда упадет, недовольство повысится. Мы все это знаем. У нас какие-то больные появляются. Я направляю постоянно новых людей на работу. В принципе, осталась совсем фигня. Я пока что кручусь, сижу время, смотрю, что происходит. Вроде все нормально, какие-то тяжело больные есть. Но они в целом лечатся быстро сейчас. И всего лишь 7 человек в медицинских учреждениях находятся. Ну ладно, задание уж провалим. Ничего страшного, как-то это дело переживем. Ну вот, собственно, о чем я и говорил. Ну и хрен ты с ним с этим заданием. Надежда, правда, плюхнулась прямо очень сильно. Хочется архив построить. Возможно, есть смысл тогда вот сюда вот под дерево отдать. Чтобы у нас древесина тоже накопилась. А где у нас там был второй стенной бур? По-моему, если я не ошибаюсь здесь. Вы что, замерзли, что ли, ребята? Что вот это такое? Хранители веры соберут жителей и устроят религиозную процессию. Недовольство упадет после полуночи с началом процессии. Ладненько. Вот здесь вот у нас стенной бур еще один есть. Это, в принципе, неплохой вариант для того, чтобы добыть побольше дерева. Но, не знаю, в промышленных масштабах прямо надо ли нам. Здесь сейчас 28 единиц добывается. Да, что-то у вас тут очень холодно, ребятки, мне кажется. Нет, вам так не кажется? Вообще похолодало, да, существенно? 85% скоро надо будет вырубать. Будем за этим следить. Технологии прямо залетают. Вот прямо залетают технологии. Ну, в отоплении нечего делать явно. Может быть, только улучшение обогревателей. Ну и, соответственно, потреблять они будут больше угля. Ну ладно, ничего страшного. Давайте сделаем. Форсаджик сейчас будем скоро выключать. 92%. Но до потепления еще как бы день и одна ночь. Но я думаю, что все будет хорошо. Ребятки, все как я люблю. Посмотрите на это. Давайте паровое ядро отдадим. Я, как всегда, упустил вопрос с форсажем. Отвлекся и, в общем, отдал паровое ядро, чертова дерь. Ну, ладненько. Сильно расстраиваться не будем. У нас здесь, кстати, уже улучшенная шахта, которая вкалывает на 129 единиц в час. Поэтому все хорошо. Что хотите сказать? Еда для голодных. Надежда возрастет. Голодных накормят. Ну, давайте накормим нас еды до дури. Почему бы нет? Немножечко поднимем надежду. И еще одна технология. Шикарненько. Просто суперинтересно становится играть. Я думаю, вы замечаете. Потому что все это превращается в какую-то рутину. А что вот это такое? Это радиус генератора на троечку. Да, это нам не очень надо, в принципе. Давайте автоматонов пока изучим. Дерево у нас, кстати, подъехало. Я думаю, что почему бы ресурсы-то не вложить? Мы хотели вообще архив построить с вами. Это, в принципе, идея прикольная. Но я бы, наверное, занялся бы все-таки всеми мостами. Здесь у нас еще есть что? Здесь еще есть уголь. Это прикольно. Здесь у нас что есть? Здесь нет ничего. И там есть дерево. Давайте, наверное, до угля сначала доберемся. Вот сюда вот мост один воткнем. Возможно, здесь есть смысл поставить пост добычи. Собрать всю эту историю. Все это дело очистить. А здесь, подождите, а три угля получается? Да, ну, удивительно. Я что-то не помню, что в бесконечных режимах было по три месторождения угля. Но это, возможно, проблема только моя, что я не помню. А на самом деле они были. Время издавать еще один закон. Ну что, пришло, наверное, публичное покаяние. Да, вот потом уже защитники истины. Так, публичное покаяние может привести к увечам. Недовольство вырастет. Да давай сделаем. Давай сделаем. Ничего страшного. Не случится, я думаю. Так, критический уровень нагрузки на генератор. 91%. Ну да, мы до утра не доживаем с таким раскладом. Сейчас будем это дело останавливать. Паровое ядро еще одно я отдавать точно не хочу. Поэтому, ребятки, немножечко померзнем. Ну что, буря заканчивается через 10 минут. В целом все вроде нормально. Посмотрим сейчас, что за заданец нам подкинут. Давай, игра, приди в себя. Спасибо большое. Мы хотим третьих разведчиков. Давайте сейчас, ребята, на все три стороны, так скажем, и отправим. Добывать. Хочется найти еще людей. Очень хочется найти людей. Но пока что что-то мы их как-то не очень находим. Вот одну компанию мы приобрели, так скажем. Да и все на этом. На этом, собственно, все. Так, что у нас здесь? Форсаж у нас выключен. Все нормально. Никакого перегрева не будет. Мост, в принципе, построен. Остается здесь только дорогу провести, я думаю, какую-то небольшую. Давайте просто заложим здесь пост добычи, чтобы это все дело собрать. Вот таким вот замечательным образом. И, собственно, проделаем приколдесную дорогу. Все, замечательно. Здесь у нас все готово для того, чтобы что-то строить. Здесь, в принципе, тоже можно наметить дорогу, чтобы все у нас было уже. И потом можно было бы не париться. И, конечно же, мы хотели с вами заняться архивом. Наверное, мы сначала вот еще вот сюда один мост с вами придумаем. И после того, как это сделаем, мы сразу займемся архивом. Почему-то здесь не хватает одного человека. Надо его срочно добавить. И не забыть, конечно же, включить наших замечательных охотников. Пока что-то игра нам не говорит о том, какая у нас будет проблема на ближайшее время. Я думаю, что если мы чуть-чуть мотнем время, то мы об этом сразу узнаем. Что хотите-то вообще сведения от верующих? Как ты мне надоела уже, если честно. Мне твои вот эти вот подачки не очень нужны. Кто-то погибает. Умерла от недостатка лечения. Слушайте, а это очень странно, если честно. Тут около часа, около двух. Давайте я даже вас накормлю, чтобы вы быстрее пошли уже и освободили места. Замечательно, подъехала еще древесина. Поехали. Еще мост. Все, мы соединили уже почти все. Ну, почти. Как бы не все, но почти. Вот здесь тоже дорога у нас пойдет. Там можно еще стеной бур один придумать. Вот этих ребят я бы пока что бы включил. Пускай инженеры здесь работать не будут. Будут работать дети. Пока не супер холодно на отоплении. У них там вообще комфортно, просто жарище. Они могут этот уголь быстренько дособрать. Тем более осталось здесь 80. И мы, собственно, их освободим от занимаемой должности. Не знаю, возможно, вот сюда они просто перейдут. Хотя, почему бы и прямо сейчас не начать. Да вон, пусть даже инженеры этим делом займутся. Что у нас тут есть? Тут есть сталь и дерево. Пускай собирают. Отлично. Модернизация автоматонов шикарна. Интеграция автоматонов. И мне кажется, еще один склад нам нужен. Склад ресурсов вот здесь будет находиться. Я, наверное, хочу просто еще пищевые пайки сделать, чтобы побольше держать сразу. Вот, здесь вроде пошли строиться. Здесь сколько осталось? 56. Ну, соберем, я думаю. Соберем. Никаких не должно возникнуть проблем. Здесь все у нас работает. Вот, кстати, мы с вами тогда ставили четвертый пост добычи. И смотрите, да. Угля не совсем хватает. Будем честны. Да, то есть, по-хорошему, 5 это уже перебор. Такая вот история. Прикольная. Ну, ладно. В любом случае, это работает. Да, но, в принципе, можно... Если я один уберу, будет накапливаться. Если я один добавляю, не хватает. То есть, такая непонятная немножко вещица. Я думаю, что мы оставим пока что 5, и хрен ты с ним. Подъехал складик. Мы организовываем здесь пищевые пайки, как и договаривались. Рабочий день закончился. Мост мы строим. Здесь запилим сразу с вами стенной бур. Сколько там нужно было дерева? Это 450, если не ошибаюсь, да? 400 и 250. У нас, кстати, еще можно общественный сад построить. Хотите общественный сад? Давайте построим его где-нибудь. Почему бы и нет? Почему бы не поразвлекаться, да, немного? А вот здесь... Нет, здесь не получится. Давайте тогда один вот здесь поставим. И там еще есть какой-то средний, да? А, это я средний поставил. А есть большой. Здесь правое ядро надо. Серьезный сад. Пока что торопиться не будем. Возможно, попозже это сделаем. Первый разведчик дошел. Находит он ресурсы, которые в целом не супер нам нужны. Пустая пещера. Наверное, мы хотим больше людей. Давайте промотаем время. Посмотрим, как дойдет второй. Разведчик. И, собственно, что он там найдет? Ни хрена он там не находит. Ледяной лабиринт. Что бы это ни было, мы туда пойдем. 20 часов до прибытия. Хотелось бы, конечно, технологию, которая позволяла бы еще быстрее бегать разведчикам. Чтобы мы все-таки прям все успевали за эти дни. Что у нас тут с мостом? Мост строится, слушайте, вроде, да? Почти готов. Все, мост готов. Замечательно. Отлично. Мы можем с вами, конечно, построить стенной бур. Но пока что мы можем только паровой стенной бур поставить. Давайте, наверное, сделаем, потому что дерево очень медленно добывается. Потом мы найдем паровые ядра. Это все дело улучшим. Здесь нам понадобится, соответственно, паровой центр, который будет работать в режиме. Ну уж не знаю насчет лесопилки. Мне кажется, это уже будет слишком, если честно. Пока что оставим только стенной бур. Короче, разведчик опять ничего не нашел. Он пойдет за сломанным деревом. Хочется людей, потому что уже потихонечку игра теряет смысл и интерес. Потому что я уверен, что ничего с нами не произойдет. И почему-то после бури нам не подкинули никакое доп. задание. Не понимаю, это тоже какой-то баг или что происходит. Но вообще после каждой бури должно быть какое-то случайное событие, которое, соответственно, нам мешает толком играть. Но сейчас почему-то этого не происходит. И знаете, я подумал, что я все-таки хочу лесопилку. Но хочу ее только тогда, когда, собственно, начнется новый день и мы сможем добывать дерево. Ага. Коварный холод, значит. Вот хотел я доп какую-то задачу, и вот я ее получил. Теперь люди будут болеть чаще. Что это может означать? Это может означать только одно, что нам понадобится, наверное, увеличивать количество лазаретов. Но паровые ядра я все потратил. Поэтому сейчас нет такой возможности. Будем думать об этом попозже. Куча угля наконец-то здесь закончилась. Ребята уходят отсюда. Здесь вроде все пока что разбирается потихонечку, да? Да, все работает замечательно. Здесь разбирать нечего. Здесь тоже, на самом деле, разбирать нечего. Можно, конечно, если бы у нас был бы мост сюда, собрать здесь паровые ядра. Но, наверное, все-таки будет проще вот сюда мост поставить и собрать их здесь. Блин, ну, конечно, вот из этого участка земли делать мост это вообще бред собачий. Но только если из-за парового ядра. Готов у нас стенной бур. Здесь у нас в режим встаем. Сюда у нас направляются... Да пофиг, пускай это будут инженеры. Какая уже разница? Бурят нам дерево. И закон тот самый, наверное, мы сейчас издадим. Защитники истины сначала будут. Да, только потом уже финал. Новая возможность. Слово капитана, хранители веры. Каждое использование значительно снижает недовольство. Но сейчас недовольство вырастет. Ну и ничего страшного. Недовольство у нас как бы вообще себя в порядке чувствует. И не напрягает нас никаким образом. Бегаю я, ребят, разведчиками дальше. Не все показываю, потому что не вижу в этом смысла. Я ставлю какие-то новые технологии на изучение. Я дохожу до каких-то мест. Пока что не суперинтересных. Поэтому показать там нечего. Можно немножко глянуть на статистику. По углю сейчас все хорошо у нас. По дереву, я думаю, вопросов быть не должно. По еде вообще все отлично. С домами, ну понятно. Все чувствуют себя комфортно и замечательно. Всем прям жарко. Но жарко им, наверное, по той причине, что я генератор не выключил на уровень поменьше. Я, наверное, сделаю поменьше одну мощность. Здесь мы можем, собственно, с вами сейчас построить еще одну угольную шахту. Но нам немножко... Вот сейчас немножко мы чувствуем проблему с паровыми ядрами. Я надеюсь, что сейчас решат ее разведчики. Мы что-нибудь достроим, увеличим. В общем, и население в том числе хотелось бы найти. Мои разведчики просто продолжают не находить ничего. Вообще ничего. То есть, чтобы вы понимали, немножко ресурсов я нашел. Но это как бы все за какое-то там количество четырех ходок. И сейчас дальше ничего не происходит. Ну, как-то так. В общем, ребятки, ждем население. Кстати, заполнился склад у меня со сталью. Давайте поехали тогда что-то строить. Куда у нас мост еще не идет? Вот сюда не идет. Но можно вот сюда. Здесь только древесина. И там, кстати, есть еще один маленький кусочек. Вы видите, да, вдалеке. Я думаю, что лучше вот сюда мы поставим. Мы соединим все, что угодно просто уже. Дерево сейчас у нас попрет. Мы можем с вами все-таки воткнуть лесопилку, чтобы это дерево быстренько слить на мосты. Почему бы нет? Вот паровая лесопилка как раз. И, наверное, после этого, конечно, лесопилочку мы снесем. Все мосты у нас будут готовы. Наверное, посмотрим на следующей серии. Будем с вами подводить итог. А, наверное, эту серию я сейчас буду завершать. Потому что ничего не происходит. Ну, давайте дождемся пока вот этот разведчик что-нибудь найдет. Скорее всего, ничего. Каменный круг и дредноут. В принципе, это все, что мы видим на карте. Пойдем пока что мы сюда. Дредноут оставим на второе, так скажем. Ну и все. Наверное, завершим эту серию. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока. Продолжение следует...